В общем-то, я дал видео, а все остальное. Первое, читайте статьи, помните цель, да, выстроить взаимоотношения с языками. То есть, по сути дела, вы ставите себя, я хочу стать разработчиком, что я для этого должен делать. Я все это описал совершенно с разных сторон. Дальше, второе видео, это правильные привычки. Сейчас я еще кое-что расскажу. И посмотрите три видео. Просто видео очень хорошо видно. На самом деле, там, по-моему, на примере Котлин, но даже упущенная мелочь рушит всю картину. Посмотрите, да, допустим, если у нас, вот в чем смысл. Почему, вот, смотрите, сейчас, я вот тут вот дорисую. Ну, возьмем на примере Котлин. Вот есть первичный конструктор, но это для новичков пока это ООП, да, но для новичков считайте, что нам надо передать некие свойства два от класса к классу. И просто там у нас есть разные способы, да, первичный конструктор, вторичный конструктор и непосредственно блок init, да. В Python это просто init, и есть некоторые методы другие, да. Например, я к чему говорю? Я говорю к тому, что, понимаете, вот я когда говорил о привычках, я говорил, если мы что-то не понимаем в данном куске кода, то обязательно надо сразу вернуться к этому. И вот здесь, в принципе, спасибо большое ребятам, потому что они допустили эти ошибки. То есть первичный конструктор в Котлин, да, разобрались, вторичный, а init не разобрались. Все, косяк пошел до конца. И это, ребята, тоже становится привычкой, но очень плохой. То есть, по сути дела, я хочу сказать, что есть хорошие привычки, есть плохие. И основная задача человека, начинающего изучать язык, приобретать хорошие привычки и это контролировать до тех пор, пока эти привычки не станут вторым я, ежедневного использования. Но, допустим, если мы применяем привычку и разбираем тот же init, не только как он работает, а взаимодействуя с первичным и вторичным конструктором, то, в принципе, нам ничего больше учить не надо. Нам понятно, как работает класс Котлин. Это понятно на уровне обычного понимания, то есть учить ничего не остается. Мы просто это поняли и можем использовать. Но ведь это привычка была, а привычка гласила, что если что-то непонятно, то разберись прямо сейчас. На самом деле, почему эта привычка, вот я просто пару слов скажу. Потому что базовых конструкций в любых языках не так уж много. Ну, пусть там будет 20, 30, 40, да, но не больше. И на самом деле, когда базовые конструкции не понимаются или понимаются не до конца, в принципе, о программировании мы никак не можем говорить. Нет, мы понимаем код, но, в принципе, получается так, код понимаю, писать не могу. Это вот причина. Поэтому, вот в школе, которую я сейчас делаю, я хочу именно на личном примере, то есть как пример показывать, да, свои привычки, которые я постоянно использую. В принципе, я их и вбивал. Если вы найдете какие-то другие привычки, пожалуйста, полезные, которые ведут к расширению, это все будет очень классно. Но именно с нуля мы начинаем именно с привычек. Это очень простые вещи, которые, в принципе, большинство новичков упускают. Это такие вещи, как то, что мы видим в коде, обязательно просмотреть документации. Кажется мелочь. Да вот, ребята, не мелочь на самом деле. Если мы, допустим, чего-то там пишем, да, чего-то там пишем, да, и смотрим сразу в документации, да, вот возьмем джанго, да. И если нам, когда мы это делаем постоянно, то, в принципе, у нас нет там чесания головы, чесания затылка, там где, что нам найти. Если нам надо выборка кересет, мы просто это сразу выбираем и ищем то, что нам надо, потому что мы знаем, что делать. Но в этой привычке скрыт великий смысл. Вот мы отбрасываем действие, и, в принципе, то, что мы делаем, мы не смотрим. На выходе, ребят, мы получаем три огромных дырки. Первое. Мы не умеем читать документацию. Почему? Потому что вот так взял джанго и читаем, да, как пишут там многие люди в интернете, что, ну, там хорошая документация, разобрался, а вот так вот тихонечко опустил, что он уже года полтора продолбался, и теперь он понимает, да, вот это вот опускают люди, да, и говорят, ой, там документация простая. Ребят, документация написана в том же джанго и в любом фреймворке для человека, который хорошо знает этот продукт, чтобы просто направить. Поэтому есть только один способ обучения понять документацию. Я всегда ему об этом способе говорю. Вот есть код. То, что мы делаем в коде, по крайней мере, мы понимаем на данный момент. И то, что у нас делается, мы идем от кода к документации. И если мы делаем это постоянно, то, в принципе, ну, дальше не полезу, смысл понятен. Да, то, вот, допустим, мы видим здесь там Enter, Объект, Alt, то есть метод Alt, то есть вывести все объекты. Если мы раз увидели, то есть мы понимаем, что перед собой мы увидим метод, который выводит все объекты. То понятно, теперь мы знаем, что это такое. И проходит определенное время, что уже начинает работать и обратное, от документации к нашему коду. То есть мы только подумали, что хотим сделать, то мы сразу, в принципе, можем залезть в документацию и посмотреть, а какие примеры здесь. Вот эта привычка еще две вещи дает важных. Если мы не работаем в данном управлении с документацией, то мы не можем читать, не можем писать документацию. Но я говорю, а подпитывает то эту привычку, какая привычка? Правильно, описание кода. В большинстве случаев человек, когда пишет код, код, да, особенно учебный, в большинстве случаев нет никаких комментариев. То есть все понятно. Все, ребят. Вот смотрите, когда я начал писать сейчас другие... Смотрите, я пишу для себя. Сейчас покажу. Спасибо.